Подходит к концу 2023 год, а значит самое время подводить его итоги. Ну и поскольку канал у меня транспортный, то и итоги мы будем подводить в транспортной сфере. Поговорим о том, какие станции были открыты в 2023 году, что нового произошло в Москве, а также прокатимся на новогоднем поезде Ёж, который в этом году отправляется в свой последний путь по Таганско-Краснопресненской линии. 2023 год был наполнен различными событиями для Москвы, А начать, пожалуй, стоит с того, что в начале этого года состоялось полное открытие Большой кольцевой линии. Большое кольцо, наконец, замкнулось. Очень важный для города проект, который, несмотря на масштаб, удалось реализовать в достаточно сжатые сроки. Далее, если идти в хронологическом порядке, в Москве запускают совершенно новый вид общественного транспорта. Электрические аквабусы, которые, к слову, ходят и зимой, и летом, с регулярным интервалом. Первый маршрут проходит от Киевского вокзала до причала Сердца-Столицы. Не будем углубляться в подробности, мы ведь просто подводим итоги. Но если вам интересно узнать подробнее про новые станции, или про аквабус, или про любое другое транспортное событие из этого ролика, то вы можете посмотреть полноценное видео про это, ссылочки на которые я оставлю в описании. А чтобы регулярно узнавать все самое свежее и интересное о транспорте, не забудьте подписаться и поставить колокольчик. В августе запускается МЦД-3, который соединил Зеленоград и Раменское. Масштабное событие для столицы. Для соединения Ленинградского направления с Казанским была реконструирована Медьковская соединительная ветка. В перспективе на этой линии должны будут появиться еще две станции – Рижская и Медькова. А также после реконструкции откроется станция Малина. Также в ближайшем будущем планируется целиком обновить подвижный состав на Д-3. Почти одновременно открываются две станции на юге и три станции на севере столицы. Солнцевская линия продлевается до аэропорта Внуково с промежуточной станцией Пыхтина, став первой линией метро, пришедшей в аэропорт. А Люблинско-Дмитровская линия продлевается до станции Фистех с промежуточными станциями Яхромская и Леонозова. Кстати, сама станция Фистех расположена достаточно далеко от МФТИ, по которому названа. Поэтому для трансфера студентов от станции Фистех до университета были запущены бесплатные автобусы. МЦД-4 также открылся в 2023 году. В отличие от МЦД-3, на нем не успели обновить подвижный состав. И пока приличная доля парка поездов состоит из старых Демиховских электричек. Зато станции подверглись реконструкции почти все. В перспективе на МЦД-4 откроются еще две станции. Беговая и Рижская. Полноценный ролик про Д-4, как и про другие открытия, также можно найти в описании. Ну и, наконец, завершая череду открытий, в 2023 году открывается второй маршрут речного трамвайчика, имя которому Аквабус. Второй маршрут прошел от причала Зил до Печатников. В завершение года и вплоть до окончания новогодних праздников традиционно на линии московского метро выходят украшенные новогодние поезда. В этом году их можно встретить на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужской-Рижской, Калининской, Солнцевской, Серпуховской-Тимирязевской, Большой Кольцевой и Кольцевой линиях, а также на Таганско-Краснопресненской линии. Последний представляет из себя новогодний Ёж, который традиционно выходит на фиолетовую линию московского метро. Прокатиться на нем можно до 8 января 2024 года, после чего он отправляется на заслуженный отдых. Ведь этот год последний, когда он используется, так как срок службы вагонов подходит к концу. В этом новом году его обклеили в фиолетовый цвет и украсили ёлочными веточками, гирляндами и шариками. Выглядит очень красиво. Также хочу поздравить вас с наступающим, а для кого-то возможно уже наступившим новым годом. В этом году наша комьюнити сильно выросла, и я надеюсь, что оно продолжит развиваться. Всем спасибо за просмотр и удачи в новом 2024 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова